Расскажите, какие виды мошенничества существуют на сегодняшний день? В настоящее время появились новые схемы мошенничества, которые завязаны неким образом на старые, но подход изменился. В настоящее время у нас очень активно развивается портал госуслуг, и так как там находится очень много персональных данных людей, мошенники не смогли обойти стороной данный ресурс. Часто мошенники направляют смс, чтобы подтвердить привязку QR-кода в личном кабинете, что актуально в наше время. Нельзя переходить по этой ссылке, подтверждать этот QR-код. Нужно самостоятельно зайти на сайт госуслуг, убедиться, что эти действия действительно нужно сделать, и сделать их самостоятельно. Но заходить нужно только не по ссылке, которая туда приходит. Чтобы неким образом обезопасить себя, каждому человеку нужно на портале госуслуг зайти в параметры, настроить себе схему безопасности, установить дополнительное кодовое слово и установить смс-информирование о выполнении операции. То есть, если человек совершает операцию, ему приходит смс, он это смс подтверждает, операция выполняется. Если это смс не подтверждается, операция не выполняется. Еще интересная схема, тоже связана с сайтом госуслуг, когда человеку либо звонит кто-то, либо пишет смс в плане того, что у него, например, отвязалась поликлиника на портале, и нужно пройти либо по ссылке, либо совершить какие-то действия через смс, сказать какие-то данные, чтобы эту поликлинику привязать к данному человеку заново. Нельзя ни в коем случае этого делать. Нужно самостоятельно зайти на портал госуслуг, убедиться, действительно ли требуется выполнение данных действий. Если действия необходимо действительно совершить, то совершить эти действия. Либо позвонить в свою поликлинику и убедиться в том, что действительно его профиль открепился от поликлиники. Как часто появляются новые способы мошенничества? Периодичность установить невозможно. Они появляются всегда, постоянно и постоянно совершенствуются. Одни схемы находятся в стадии тестирования, мошенники отрабатывают на каком-то определенном круге населения. Другие, так как дают результаты, уже используются на широком круге населения. Поэтому здесь самое главное, каждому человеку знать, что ни в коем случае нельзя никому давать данные своей карты. Это номер карты, дата действия карты и CVC-код, который нанесен на обратной стороне. Какие виды сейчас популярны? Говорят, что в последнее время в тренде так называемые роботы. Данная схема становится, скажем так, развивается с учетом развития информационных технологий. Здесь схема каким образом? Работает. Человеку звонит некий робот и предлагает, чтобы совершить какие-то либо действия, либо прекратить какие-либо действия, либо предлагает связаться с оператором, нажмите цифру 1, допустим. Человек нажимает цифру 1 и попадает в дальнейшем уже на фейковый колл-центр и работает с оператором. В дальнейшем схема работает уже как стандартная. От человека пытаются получить его данные, либо его карты, либо его счетов, либо его персональные данные, дабы использовать их в дальнейших схемах. Если все-таки человека обманули, что ему нужно делать? В таком случае человеку в первую очередь нужно заблокировать свою карту, дабы дальнейших мошеннических операций уже с этой карты не совершали. В течение дня обратиться в кредитную организацию с момента списания денежных средств и написать заявление правоохранительного органа.